Всем привет! Обзоры на лек нужно разбавлять чем? Правильно, обзорами на рарок. Будет серия перезапусков на канале, это герои, которые даны им давно уже у меня и во многих обзорах они были, но нет выпуска, посвященного конкретно этому герою. И сегодня на перезапуске у нас Шевалье. Поехали! Шевалье это редкий герой, типа защита, из фракции Банерет. Начинаем как обычно с навыков. Первый навык прорубания. Атакует врага 2 раза, с вероятностью 20% повторяет атаку. Игнорирует блок урона и щит. Не кислоток для рарочки. Еще и на базовом навыке. Урон зависит у нас от защиты. Смотрим формулу урона. 1,8 умноженная на защиту. Бьет он у нас 2 раза, поэтому 3,6 множитель. Это вполне стандартный множитель. Но проблема в том, что у него немного защиты. 1112 для персонажа защиты это немного. Да, понимаем, что это рарка, поэтому мы сильно там не требуем больших цифр. Но еще есть другой момент, то есть у нас есть 20% вероятность, что он ударит не 2 раза, а 4 раза. И когда это происходит, то у нас уже 7,2 умноженное на защиту, а это уже прям очень много. Поэтому есть смысл выкачивать ему хорошую защиту, крит шанс и крит урон. Долбануть он может очень хорошо. Второй навык. Жестокий упрек. Атака по врагу с вероятностью 50% накладывает оглушение на 1 ход. С помощью книг эту вероятность мы можем увеличить до 75%. И также можем сократить перезарядку от 4 ходов до 3. Чтобы навешивало оглушение, нам нужна меткость. И смотрим формулу урона. 7 умноженное на защиту. Это прям много. Если хорошо его раскачать, то это будет шоттер на арене. Особенно если будут бить по врагу, на котором перед этим наложили дебаф на пробитие брони. Цифры будут красивые. Переходим к третьему навыку. Лорд протектор. Накладывает на команду бонус защиты 30% и регенерацию 7,5% на 2 хода. Откат 5 ходов с помощью одной книги можем сократить до 4. То есть тут видим, что он остается в рамках баланса. Так как это арарка, то у нас бонус защиты не 60%, а 30%. И регенерация не 15%, а 7,5%. Но тем не менее неплохо. Это тоже бустит его же. Плюс отчасти решает вопрос с лечением. То есть он может накладывать регенерацию. Немного что-то до отхилит. Также имеется у нас аура. Увеличивает защиту союзников в криптах фракции на 19%. Тоже проценты небольшие, так как это арарка. Переходим к базовым параметрам героя. Здоровье 16,6 тысяч. Это прям солидно, учитывая, что он арарка. Атака нас не интересует. Защита 1112, немного, но думаю, как для арарки, вполне терпимо. Скорость 98, это довольно-таки быстро. А учитывая, что он персонаж защиты и их замедляет, так это быстро. Крид шанс, крид урон, это минимальное значение, которое у нас может быть. Сопротивление 30, меткости не дали. Смотрим оценки. Их немного, то есть мало кто его использует. Но герой в игре уже довольно-таки давно. Итак, глава компании 4,6, 4,6, то есть в целом он у нас средний, даже есть местами выше среднего. Большая просадка на гнезде паучихи, это понятно, потому что у героя нет ни одной массовой атаки. А его оглушение на втором навыке все равно нельзя повесить на паучиху. Ну и остальное у нас 4,7 и воины фракции 4,8. То есть как для арарки, это даже очень высокие оценки. Теперь давайте взглянем на героя, который у нас сегодня на обзоре. Сила у него 39 тысяч получилась. Он даже немного недокачанный, шмот на нем есть даже обычный. Я не стал его одевать прям как супер терминатора. Вот он вот такой вот у меня есть. Играя я уже давно и он до сих пор мне служит верой и правдой на криптах фракции. Качать его нужно очень типично, как для персонажа защиты. Первое, что нам надо, это конечно же защита. Второй момент, если вы хотите, чтобы он вешал оглушение, то вам нужна меткость. Дальше качаем крит шанс, крит урон по возможности. Чем больше, тем лучше. А дело на него сет бессмертия и сет кражи жизни. Опять же, потому что он в криптах фракции, мне очень важно, чтобы он мог выхиливаться. Теперь смотрим артефакты. По низам сапоги на скорость, доспех на защиту, перчатки крит шанс. По бижутерии знамя на меткость, амулет крит урон, перстень защита. По книгам он у меня фуловый, но это не сложно, потому что книги нужны раровские. И таланты я выкачал подобным образом, то есть чуть-чуть он не докачан, но этого достаточно, чтобы он вполне раскрывал себя. Далее отправляемся в бой. 35 у нас это со второго, это где у нас множитель 7. Он воет, поэтому особой разницы нет, куда его отправлять ему одинаково. Так, 12-14 это с базы. Ого, тут уже 40 пошло, то есть начались нормальные цифры. И, наверное, в компании... О, 40, да, хорошо, умеет он, кстати, бить. Несмотря на то, что я не считаю, что он супер классно выкачан, то есть он, ну, средний, чуть выше среднего. Вот, мы в компании на невозможном режиме. 12-6, серная тропа. Несмотря на то, что у него нет АУЕ, так, довольно-таки бодренько он проходит. 40, отлично, и последний. 40 секунд, она пройдена, ну, то есть ни сучка, ни задоринки, цифру урона мы увидели. По подземельям, на логово дракона я не пойду. То есть оценки мы видели, в целом он бить умеет. Я хочу зайти в те места, где действительно прям он полезен. Есть смысл его выкачивать, отдавать ему приоритет. И первое место такое, это замок лавового рыцаря. Знаем, что нам очень важно снять щит с него. То есть нам нужно 10 ударов. Здесь, кстати, он себя немного лучше раскрывает. То есть он еще как немного саппорт ведет, потому что он бустит нам защиту. И также же кидает континьюс хилл. Вот, и на базе он у нас умеет бить 4 раза. А у нас чем больше ударов на базе, тем лучше, когда мы уже имеем дело непосредственно с самим боссом. Вот, поэтому сейчас пока смотрим его работу на волнах. То есть как он себя ведет. Оглашение, видим, его работает. То есть вот он уже нокаутировал противника. Немного долговастый, конечно, у него откат на третьем навыке, где он выступает в роли саппорта. Видим, что его выбрали мишенью. Но опять же, вот большой плюс еще этого героя, то что он воет стихии. Вообще не важно, куда его брать. То есть, ну, вот, прям, как для Рарки, по-моему, он крутой. Вот, он реально крутой. То есть он очень стойкий, так как он работает через защиту. Ну, вот, единственное, где я могу придраться, ну, могли бы, ну, немного больше дать защиты. Хотя бы где-то 1200, вот где-то так. Потому что, ну, все-таки очень сложно его выкачивать. Потому что у него защиты, ну, как, не знаю, у некоторых персонажей атаки даже больше защиты, чем у него. Понятное дело, что я говорю не про Рарок. Вот, но тем не менее. Конечно, большого дамага на волнах он не сделает. Потому что, естественно, у него нет АОЕ атак. И это нужно понимать. То есть этот персонаж, он больше такой, как ситуативный. Вот, и тут мы ждем, как он себя раскроет уже на самом лавовом. Особенно, вот, у нас есть контра. То есть, и его полезность в разы увеличится из-за этого. И вот мы добрались до лавова. Смотрим, как у нас тут обстоят дела. Начинаем его пробитие. Ага, тут он решил выступить в роли саппорта. Отлично. Колда использовала свой навык. Ну, в общем, самое худшее начало, которое могло вообще тут быть. В общем, ждем. Также часто задают вопрос. То есть, у него написано, что он игнорирует блок урона и щит. То есть, не пробивает ли он его, когда босс стоит закрывшийся. Не пробивает, нет. То есть, он тут полезен только в том плане, что вот он может ударить 4 раза. Сейчас будем смотреть. Так, раз, два. Нет, два раза, не 4 ударил. Опять два раза ударил. Ну, у нас 20%, да. Так-то это не сильно и много. Но частенько помогает. Ну, плюс, опять же, вот его буст, он очень в тему на увеличение защиты. Пусть это 30%, но оно все равно чувствуется. Когда вот уже 20 уровни идут, оно действительно чувствуется. Итак, 4.59. И лава пройдена. И по урону, вот смотрите, несмотря на то, что у него нет АОЕ атак, он довольно-таки неплохо набил. И давайте я его покажу по прямому назначению на своем аккаунте. Это 14 уровень, крипт фракции. То есть, пока мне мощей хватает только сюда дойти. Я очень жду апа присяжника и рихтова. Вот. И тогда как раз и обзор на них запилю. Я их немного докачаю. Они там выкачаны на 60 уровень. Но еще там по шмоту неполный. И таланта у них только наполовину. Вот. И надеюсь, я уже дальше продвинусь. Вот. Поэтому тут вот очень хорошо Шевалье себя раскрывает. Вот. И тут очень показательная волна. Тут у нас есть персонаж, у которого есть вот блок урона. И как раз-таки, ну, автобой почему-то решает туда не ходить. Но у Шевалье есть все возможности, ну, его пробить. То есть, несмотря на то, что у него есть блок урона. Но, надеюсь, я найду это на арене. То есть, ну, в принципе, я думаю, всем понятен, как это работает. В общем, сходим потом, когда на арену. То есть, эти бафы там чаще намного встречаются. Пока смотрим, как тут он себя ведет. Вообще, у меня этот персонаж очень давно появился. Вот настолько давно, что для меня тогда было актуально прохождение еще лабиринта Минотавра. Я еще не фармился на 15 уровне. И вообще, по всем данжам я только поднимался. То есть, и у меня не было даже хорошего саппорта. Вот. А так как он хоть какой-то дает подхилл и увеличивает защиту. То вот, ну, я его постоянно с собой брал. То есть, я знал, что у него нет АОЕ-атак. Он там не может всем давать по щам. Но, тем не менее, то есть, он все равно умудрялся сопоставимые цифры набивать. Меньше, понятное дело. Но не так, что там какие-то копейки. Плюс его оглушение тоже очень хорошо играет. Особенно, если играешь руками и только поднимаешься. Специально выбирал, кого бы ударить из персов, которые вот скоро пойдут, чтобы они пропустили ход. И вот у нас уже пошел босс. Играют они на автобое. Конечно, оглушение получают все. Ну, в общем, это закрытие будет не на 3 звезды. Но, вы видели, там вообще пройдено на 3 звезды. То есть, они вообще проходят на 3 звезды. И так вот своим ударом. 3-0-2, кстати, рекорд поставили. Но прошли на 1 звезду. То есть, ну, вообще это пройдено на 3 уже все. Смотрим по урону. Почти 300. А, и тут он даже больше всех набил. Давайте сходим погуляем на арену. Я тоже в четвертом золоте. И уже зашедший за половину. То есть, понятное дело, что рарке тут особо делать нечего. Вот, поэтому он сейчас точно блистать не будет. Но, тем не менее, давайте посмотрим, на что он тут гораст, скажем так. Давайте попробуем по ширимайне ударить. Тоже плохо, что нет пробития. Но, тем не менее. Так, 26. Ширимайна не стало. Вот сейчас мы дадим пробитие. Венца, тихо, тихо. Сейчас засейвим. Не получилось, да, чуть-чуть. Так, ну давайте попробуем сходить в арбитра. Тут как раз-таки он нанес свои 4 удара. Поэтому арбитра и не стало так быстро. Еще очень прикольно в паре его использовать, если есть контра. То есть, потому что, когда будут на него ходить, то он будет идти в ответку бить. Если будут срабатывать эти 20%, то он будет наносить 4 удара. Ну, это ощутимый урон. Итак, даем контру. Из хорошего. Вот, например, у нас большие щиты. Игнорирует блок урона и щит. Первым делом я хочу снести валькирию и начинаем идти. То есть, вот видим, у нее отнимается полоска. То есть, щиты у нее остались на месте, но полоска здоровья отнимается. Ай-яй-яй, блин, щит дали упряжник. Ты мне не нравишься. Ну, давайте сдачу страхолюду дадим. Отза. Отлично. Еще и глушение повесил. Как раз он у нас ход и пропустил. Вот, страхолюд. На этом ты у нас закончился. Отлично. У нас контра появляется. Давайте. Мне атакуют у нас. И ты тоже туда пошел. Ну и давай. Сейчас сдачу получишь. Тут мы чуть-чуть вернем себе защиту. Конечно, тут минус 60. Мы дали плюс 30. Но, тем не менее, это хоть что-то. Давайте вот так сделаем. То есть, мы сейчас полностью отхилимся. Ага. И тут у нас валькирия все-таки дает всем контру. Отлично. Но зато валькирия крепко прилетела от нашей контры. Сейчас, я думаю, мы на этом и закончим. С валькирией. Ну, давайте все-таки вот так сделаем. Чтобы у них поменьше было контры. Отлично. Валькирия не стала. Теперь главное убить упряжника. Почему? Потому что он умеет воскрешать у нас-то. Если он кого-то из моих убьет, то он воскресит кого-то из своих. Так. Тут вот так. Ходи, Криск. Давай. Оп. Тоже мимо щита ударил. То есть, видим, что у него здоровье. Просто еще тогда ударим. Жалко, что он сейчас не походил. То есть, на самом деле, вот он сейчас сквозь этот щит мог бы его и убить. Шиолье 152. Смотрите, таки набил. Таки набил. Ну, опять же, против него тут, ну, вернее, не против него, а у меня в команде не стояло какого-то супер ДД. Ну, и тоже не забываем, я как бы в золоте четвертом. И смотрите силу команды. 194, у меня 136. Также очень интересно он себя ведет против Шпротуса, как я его называю. Потому что мы не можем его ваншотнуть. У него так устроена пассивка. Но Шиолье у нас бьет 2 раза, а может ударить 4 раза. И поэтому его пассивка как раз таки и не срабатывает. Ну, в общем, сейчас смотрим. Эх, чуть-чуть не хватило его, чтобы убить. Но схема рабочая. В принципе, тут вот уже даже вот так вот достаточно, чтобы подправить его в лобе. Давайте заргалу уберем, не надо, то мало ли, на сколько ты тут сейчас нас ударишь. Еще подзальем. Фушан, ну что, давай попробуем. А, да, минус фушан, отлично. Вот тут на всякий мы усилимся, зальемся. Хотя, кстати, я, наверное, немного неправильно сделал. Нужно взять саппорт, который нам увеличивает защиту. Ну, ладно, давайте так. То есть он у нас будет больше бить. Ну, в принципе, этого достаточно. Идеально. Просто рарочка разобралась именно с Ротосом. Ой, смотрите, у нас вот прям как по заказу есть Рошкара. Ну, ничего, ничего, давай. Особенно, если он сейчас его затаргетит. Блок урона, говоришь, да? Ну, давай вот так. Давай вот так. Ходи, 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 ходи. Давай, давай. Блин, сейчас. Минуточку, минуточку. Давай. Ой, как хорошо прилетело по 22. Это от Рарки. Ну, то есть вы поняли, вообще не проблема с ним противостоять всяким Рошкарам. А если бы сработало вот это 20%, он бы 4 раза ударил, он бы его сразу бы положил. Вот такой вот у нас Шевалье. Прикольный персонаж. Как для Рарки, он имбовый. Как для уже миддлгейм и выше, то, понятное дело, у вас уже, скорее всего, будут другие герои, которые его перекрывают. Потому что, ну, все-таки он Рарка. Ну, и у меня он сейчас несет службу в криптах фракции. Причем хорошо несет. У меня вообще никаких претензий к нему нет. Поэтому присмотритесь к нему. Возможно, он и вам будет полезен. На этом у меня все. Пока.